Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Сейчас я покажу аппарат, действительно, хочу, чтобы вы заценили сразу, вот прямо сейчас поделюсь впечатлением, да, вот, но прежде всего хочу, конечно, сказать, что благодаря вам, спасибо, ребята, спасибо, благодаря вам за ваши донаты был куплен аппарат, вот, конечно, в кредит взял, вот, в кредит, но осталось, ну, это все такое, лирика, леона, что, аппарат, Вот-то я купил пасеки, москвич взял, с атлет, опа, раз, два, три, опа, вот, смотри, вот, стоит булочка, какую релью, вот, смотри, как гулял, сука, это он уже стоит, это уже на выезде, коля, смотрите, паски. Искренне поздравляю тебя с покупкой автомобиля, главное, чтобы ты был счастлив. Спасибо, ребята, это благодаря вам, я мог себе купить москвич, смотри, знаете, я купил себе москвича, вот, миллион шестьсот девяносто, один миллион шестьсот девяносто тысяча чава пришелся. Привет, девушка, ты снова купил бедро. Настолько женственной машины я еще никогда не видела. Так, я предупреждал. Малышка, ты, я уверен, ты бы мне дала бы в этом аппарате. А вот, значит, еще раз. Достойная замена комбику, в отражении двери которого был денчис. А теперь вспомните, как он рофлил су-ханов, которые Весту в кредит берут. Пи***ц-дегенерат ёбаный. Намотай на стол по эту хуйту. Ты, долб***ь, не сравнив Весту. Дед, поздравляю. Как назвал своего нового питомца? Булочка. Булочка, чал. Булочка. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя, по специальной ссылочке снизу, она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15 квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30 и 45 перчатки, а за 60 последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день. Поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Сир, да, да. Алло. Привет дедуль, поздравляю тебя, что в очередной раз тебя напарили. Я конечно понимал, что о лох еще тот, но теперь ты лох в кубе. Это ж надо променять BMW на москвич. Одним словом ебанат на дисси. Какого? Я все, блядь, слышу. Дедушка, хорошая машина, поздравляю с покупкой мочквич и гайду комплектации. Счастье, блядь. Вот ничего не ехать, машину, алю, москвич. Что москвич? Ч-чего? Ха, 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 мы сейчас мужиками сидим в баранности. Думаем на днях поедем с ролей на гастроли в региональный рогалетный бар. Только перекли шильдик 320D на москвич, а то стыдно ехать будет. Поздравляю легендарного стримера с покупкой техники легендарной марки москвич. Главное, чтоб ты был счастлив, дедушка. Так, ладно, спасибо, братья. Больше года не заходил к этому тупоголовому существу, а он продолжает хавать ху**. Поздравляю тебя, лысая женщина с новым ведром, опять опозорился. Привет девушка. Вижу ты какое-то корыто купил. Поздравляю. Долго ехал со скоростью 1 мм в час точка там хоть ремень безопасности. Есть, ты что реально обменял свою BMW дизельную на этого зблёвыша китайского? Хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах. Раля, я знаю, что ты слышишь. Ты как вообще это допустила? Человек купил машину мечты своей, москвича взял, наши отечественные аппараты взял. Москвич не машина, волокас не мужчина. вот она сухачевской об они даже не скрывают наверное ролинище это босс мафии рокера это канцелярия а пена это петух которого ролинище на бабке ставит то что ты так долго в отношениях все еще угорайте вместе это очень круто низкий поклон мало кто понимает дружище спасибо брать большое давай сейчас поговорим о более чем-то о чем-то высоком москвиче то что москвич это наши значит родное вот отечественное детская от нашего машина такая себе но не за такую сумму короче приехал я привет девушка поздравляю с покупкой новой недвижимости желвак будет рад новой года можно будет на новый мотоблок поставить три года гарантий на движок на коробку на подвеску москвич в сером цвете топ сдал мотоблок в трейдин сейчас я расскажу как было короче в один салон поехал там голубой москвич был на максималке но я из-за цвета закусил ну зачем я голубой москвич как бы ну брэд вот такой раз света небесного типа думаю думаю ну как ну хай него дедушка позорище и это пошел ты нахуй ты гусяра ёбать эти 150 идут на корзину на ламоде для ралли или я тебе на сру в гряздо на твоей тупой черепушки отец попросил суканарма на дедка денис молодец взял хорошую технику выглядит круто а скажи какой фирмы это посудомойка ты же вроде ездил покупать автомобиль ну хоть меньше сил будешь тратить на мытье посуды и больше стремить дебилка и чучело ты реально купил это ведро ты лучше расскажи где стримбас где кентавр и где кстати русстрак зяблы тебе донатит ты эту ту покупаешь лучше ответь иначе бунт новая машина записи но куда бмв денешь я все на уже все я поездил хватит мне скорость уже надоело я хочу комфорт ты ров лёш или что как ты продал бмв и купил москвича твоя бмв около пяти лямов стоит а этот сонный жак 2 ляма ты что всю остальную сдачу ролинки на ламоде спустил вот ключи дед когда маргенштерна на москвиче 3 покатаешь когда скоро мы с ним увидимся покатаю вот себе тоже захочется я за уверен на сквич там для успешных мужчин хай пена увидел твою новую машину после чего меня прорвало на смех прости но это максимально женская машина настоящая мужчина ездит на крузаках 200 300 а это китайская бред машина для бред баб ахаха купил авто для обслуги в москве это говно в такси и каршеринге и всякие службы на подсосе на этого говня ездит когда таксовать пойдешь чуча гагагагагагагагага твоя мама таксовала моем поздравляю с покупкой нового мотоблака вижу это модель с крышей круто продолжай стремить в том же духе и когда-нибудь накопишь на полноценную машину пошел ты знаешь куда эта булочка на полноценную верни мне уже ключи от тачки пожалуйста мне завтра детей в садик вести а также верни образ американскому стримеру 2008 года извинись перед жителями нижневартовска немедленно шум не слышу вот смотри значит высидели водяки держу ключи до от булочки то москвича своего ласточки от своей акулы москвича вот вот они ключи вот где в том салоне где купил и москвич там немножко я крыльжа неловко себя чувствовал местами ну как сказать потому что там те кто продавали они меня узнали ну некоторые из них узнали меня вот попросили с ними повторопироваться ну так сказать а я ну а я ну вы сами знаете я в чем было с вами сидел здесь общался в чем было в том и поехал как году по домашнему так сказать по цикке прикиньте ралли выходила замуж за богатого стримера опциям многотысячным онлайном а он в итоге на москвиче ездит и живет на свалке с мусором который он мотобоками называет ахахаха ты чё надевал купил полукривого китайцы за аверпрайс оригинал стоит 1 и 6 миллионов ты купил больше чем за три я ее сел 4 линдровый миллион 690 ой миллион до миллион 690 у меня обошелся самаре 520 д колеса еще дали зимние летние новые колеса на на зиме прямо еще новая летняя за лежат да вот она моя девочка вот она моя булочка вот мордочка уже грязная позже погода грязная это я пока доехал на аппарате он видишь испачкал немножко мне там ребята да сказали чтоб самый лучший москвич был вот кто меня узнал вот пожалуйста вот перед вами сам уже как рубанок юбиле колеса от робота-пылесоса вот конечно блин единственный вот прям действительно минус в этом автомобиле который я заметил да точнее то чтобы заметила отметил бы один минус это то что ковриков нет ну коврика вряд ли нет хренов патриот который жмет на педали отечественного автомобиля кедами с нашими военно-воздушных сил италии и держит руль китайской итальянской российскими перчатками сейчас подачи то лагает дед привет работаю в автосалоне сегодня заваливается какой-то неотесанный болван и покупает москвич который нас вчера упал с автовоза всем салоном смеялись над этим дураком в спортивном костюме я тот самый менеджер из автосалона который узнал его пока фоткались чувствовался сильный запах говна от его грязных штанов мне стало неприятно и я вытащил все коврики из салона на ой москвич 3 сила бмв могила ну во первых там коврики ты не вытащил а их там не было я когда ты ко мне подходил этот москвич стоял на моих глазах ну это опять больство это не он раля к тебе обращение прости нас мы в этом виноваты лечи его пожалуйста это сигнал и крепись там родная не грусти кстати паренек который в салоне он сказал что я жду тебя трэч фиксирую тотальный самопопуск пожилой черевицы 3 москвичом не вывез бмв по цене запчастые скатился до мертворожденного китайца менеджер менеджер салона москвич поддерживаю чат по поводу осуждения данной машинки менеджер москвич который меня узнал сказал я жду стрима а ты в курсе что москвич снимают с производства и распродают потому что на никому не нужен потом также будет стоять в гараже полиции не заводится как твоя помой на 520 бмв после этого я не не закину плюс в чат чтобы он свалил в закат на своем корыте ничего шо очередь на покупку аппаратов тут а вообще там за волосы возле бампера этого ведра с тебя посыпалась лысая женщина после охуительного барбера это долбай ты чё дебил это просто царапки это царапки там пену видно а помните фото диссы за рулем бмв какой он был дерзкий и как отлично смотрелся ушла эпоха теперь будет фотка жирного лысого скуфа тебя обманули дух лоха продали тебе дух лоха эта машина сам работаю в дилерском в новосибе подтверждаю . москвич разбирают как горячие пирожки вы главное приезжайте и покупайте покупайте побольше . правда приезжали безуровневые в коробке по браку машин 10 какой брак честно сказать да вот после всех моих машин мощный да вот премиум элитных я удивлен москвичом честно насколько удобно на нем как бы ну в смысле дискомфорта при его вождении я не почувствовал после бмв скажем да ну после любой скажем там машины на которые ездил ну да там конечно но чувствуется что это не премиум но тем не менее он едет нормально движка ему 15 turbo хватает вообще за головой управляемость у него обалденно ну то есть руль приятно все с ппс все на нем стоит подогревы и все но все что в современной машине в принципе на нем все это есть типа да удобно в принципе машина неплохая стоит с каждого рубляка за которые просят ну миллион шестьсот девяносто да я купил на вариаторе двух миллионов они стоит молодец миллион шестьсот девяносто хоть что-то мужественное в тебе было теперь переименную полоску в отдать долг за мечту москвич 3 я просто из валеры гладиаторов денчика комфорт плюс вот пожалуйста пор плюс комплектация да не ну это понятая шка и заранее когда я же вас прошу деда поздравляю с покупкой у меня такой же москвич только голубого цвета и такая же комплектация и совет не протирать пыль тряпкой пластик царапается и становиться матовый обнял приподнял тебя спасибо вариатор смене купера движок от лансера девятого лампочки китайские одним словом полностью отечественный автомобиль это пи***ц молодец дедуля трехочковый надо на раскумалься ты дура нам нюхай запаха ну бмв стоит в сто раз дороже а вот как бы тут и сравнил до премиума спасибо ребят очень выручаете . это дебил купил машину за миллион шестьсот девяносто тысяч вы покрыли уже сто тысяч донате и как можно больше . куплю себе туфли за ваш счет полипплеен спасибо за все за шараля хуяля как бы шоб мне даже сто тысяч на катак меня додавали менеджер москвич довожу до вашего сведения при доставке аппарат он упал с автовоза упал на бабку поэтому в порядке . также я не сдержался и насрал в углубление в консоли про 3 все же не показываю все хоть одну вещь мою назовите которую вы не обосрали хоть одна есть какая-то допустим я купил бнв обосрали я завел себе енота обосрали я купился ботоблоки обосрали электровелосипеда обосрали мою одежду обосрали мой компьютер обосрали все обосрали а мне американские шевроли дороже китайских москвичей дед я все понимаю поддержать русский автопром но лучше это делать только тогда когда они научатся делать машины понятно тут уже пошли вот эти буллеты динчик комфорт плюс я был прямо сейчас пойти его сфоткать я купил я купил себе аппарат видишь что творят и шачья сука да блин эмоции действительно переполняет потому что машина реально классная ну реально приятно едет управляется хорошо да хороший аппарат я светло рекомендую москвич дед поздравляю тебя но не с покупкой а с досрочной победы в номинации блан года 2024 еще только март но ты уже заслужил победу все мозги себе пропердил в своем гараже каком-то немецком дерьме десятилетия корзина на ламоде пошла по одному месту потому что у нас появился новый автомобиль пчел накупил говны на ворованные донатики а щас сидит жалует что зябла все обсирают как насчет перестать покупать говно дядя кстати привет не забудь передать дедку колд комфорт плюс день я смотрю тебя почти десять лет меня пугает факт что ты стареешь и стримы в последнее время скучноватые стали неужели тебе осталось года два до настоящего скуфа остановись парни да это не москве это 520к сраная он просто опять шильдик переклеил шильдик переклеил шильдик а сейчас настоящая алина должна позвонить и спросить с кем-то разговариваться с москвичом из полной корзиной на ламоде которую я не выкуплю ну купил и купил с кем не бывает поздравляю с покупкой пусть мочина тебя радует о малыха приветуха вся корзина на ламоде пошла по одному месту потому что у нас появился новый автомобиль настюш привет заюш а чё там насчет покататься на моей машине новая самая по ростовскому бродвию допустим ну прикинь я так проехал я не за марте с москвичом а завтра те сводку сзади там место на ламоде которую там кстати можно полностью в ноль в складывается ну ряд сидений гам матрас там вообще как диван можно сделать не хочет что за юшнасенька мама баба по ростовскому бродвию вся корзина на ламоде пошла по одному месту потому что у нас появился новый автомобиль сядем и поедем на москвичи да москвич 2 мы теперь самарцы с москвичом и с полной корзиной на ламоде который на ламоде по одному месту потому что у нас появился новый автомобиль владелец москвича приветствует вас товарищи кровчатки хай валера поздравляю хороший аппарат за свои так брат сразу предлагаю поехали посмотрим вот что он продается давай купить москвич ну я на такой машине сзади только и езжу в яндекс . таксина комфорт плюс чего это твое понятно негативчик пошел сука негативчиком повел день я пошли по моему ты здесь братишка денис есть 89 миллиардов 40 миллионов 258 ты есть две категории людей одни фанаты машин а другие просто которым нужна машина чтобы ездить из точки а в точку б и менять масло на дилере все эта машина именно для этих людей эта машина для девушек которые там не знаю 30 40 лет решили сдать на права и им что-то нужно купить новое они берут эту машину себе и покупают умные люди вкладывая деньги в недвижку а старая лысая женщина берет в кредит китайский москвич эконом-класса . и где-то смеется китаец и говорит попустил девушку насрал ей на кого-то она все сховало повтори и